Добрый день, уважаемые телезрители! Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наш курс, который предназначен для начинающих литераторов, для журналистов, для людей, которые работают над диссертациями. В прошлый раз мы с вами стали говорить о сюжете. Сюжет – это важнейшая составная часть любого произведения. Правда, мы сказали о том, что абсолютизация сюжета, то, что мы видим сейчас, она носит отрицательный характер. Что абсолютизируя сюжет, мы часто забываем о втором важнейшем компоненте, о главном важнейшем компоненте произведения, о его идейной направленности. Далее, мы с вами сказали о том, что у нас каждый автор должен использовать сюжетные ловушки. Сюжетные ловушки – это те основные приемы, те основные средства для того, чтобы завлечь считателя. Еще раз напомню, сюжетные ловушки – это основные приемы, которые использует автор, чтобы завлечь, чтобы заинтриговать читателя. Мы остановились на других важнейших моментах работы. В частности, мы выделили такой момент, что напряжение в романе не может идти только по нарастающей линии, что читателю обязательно нужно отдыхать, потому что если читатель не имеет возможности отдыха, то само напряжение, оно как бы теряет смысл. И еще мы с вами сказали о том, что существует два основных метода разработки сюжета. Мы условно назвали их метод Шиллера. Метод Шиллера – это когда основная сюжетная линия разрабатывается уже на стадии разработки сюжета, то есть весь сюжет разрабатывается до мельчайших подробностей. Вот вся схема, она существует, она есть, и когда автор начинает писать, вся детализация сцен у него есть, он только садится и пишет. И второй момент, мы сказали, второй момент – это метод Дюма. При методе Александра Дюма на стадии разработки сюжета намечается только общая сюжетная канва, а уже вся детализация, она проходит, когда автор пишет. То есть у него есть колоссальнейший полет для его фантазии. Это все было на прошлом занятии, мы с вами просто сейчас повторяем. Ну и последнее, на чем мы остановились, на сюжетных ловушках. Основные моменты, основные приемы, то есть как завлечь читателя, как заинтриговать его. И вот сегодня мы с вами продолжаем вот эту важнейшую тему. Но прежде чем продолжить ее, скажу о следующем. Встречаясь со своими студентами, встречаясь с читателями, я с удивлением иногда, иногда с горечью замечаю, что они порой не умеют строить основные сцены. Саму сцену они строить не могут. Для них непонятны такие законные сцены, элементарные законные, как действие и реагаж. Вот этот момент вы должны все помнить. То есть если герой говорит что-то другому герою, то он должен обязательно среагировать. Среагировать соответствующим образом. Второй момент. Многие не понимают, что такое внутреннее действие. На прошлом занятии мы с вами сказали, что действие должно идти постоянно. Мы приводили массу примеров, начиная от романов и кончая простыми сонетами Шекспира, где мы видели постоянно это действие. Но когда начинаешь говорить, а вот что такое действие, многие этого не понимают. Действие – это определенный конфликт между героями, который должен разрешиться. Это может быть конфликт внутри конкретного человека. И еще очень важный момент. Многие понимают действие довольно примитивно. Что значит герой совершает конкретный акт и говорит об этом впрямую. Вот этот момент, он характерен в основном для плохих произведений. Но вот если герой в процессе своего действия идет от обратного, вот это как называется высший пилотаж. Я сейчас объясню просто конкретно на примере, что имеется в виду. Ну вот давайте вспомним роман Булгакова «Мастер Маргарита». Пилат хочет убить Иуду, по версии Булгакова. Он приглашает своего начальника охраны и ведет с ним такой разговор. Мне сообщили, что Иуду собирается убить. Кто убить, что убить. Он не говорит об этом. Но начальник охраны, Пилата, он понял это как задание. Вот если бы мы взяли какой-нибудь современный российский сериал, то там было бы все проще. Вызывает пахан своего киллера и говорит, так, Вася, убьешь Гришу. Понятно. Но настоящий мастер идет от обратного. После того, как совершается убийство Иуды, начальник охраны приходит к Пилату, просится в отпуск, извиняется, говорит, вы поймите, я не смог его спасти. Я вообще достоин самого серьезного наказания. На что Пилат говорит, ну у каждого бывают ошибки. Нет, нет, вы должны там отдохнуть. Я уж не помню детали этого диалога, да и, в общем-то, значения особенного этого не имеет. Вот мы видим как раз, что сцена идет совершенно от обратного. От обратного. Чехова мы несколько раз приводили. То же самое. Если мы возьмем любое произведение Чехова, то мы увидим главный внутренний конфликт героев. То, что они говорят у него, это не имеет никакого значения. Вот то, что они делают, важно. И как раз именно в хороших произведениях действие идет от обратного. Ну это еще и со времен Шекспира, со времен Мольера, Гальдонин, возьмите. Любой автор, у него слова имеют значение так, поступки героев. А прямое действие, оно, конечно, примитивизирует любое произведение. В общем, то, что мы сейчас видим и против чего лично я всегда выступал. Так вот, осознав эти два важнейших момента и начиная работать над сюжетом, естественно, предварительно разработав всю идею, решив, какой будет эта идея, во имя чего вы пишете, как мы сказали, автор подходит к сюжетным ловушкам. Сюжетным ловушкам, то есть как раз к тому моменту, чтобы завлечь читателей. Как строятся эти сюжетные ловушки? Сейчас мы просто с вами будем понимать вот эту технологию на конкретных примерах. Ибо конкретные примеры на уровне классиков, они позволяют лучше осознать технологию вот этих сюжетных ловушек, которые любой автор должен делать. Ну, давайте начнем с детективной формы. Вот детектив. Я помню, как где-то на рубеже 70-х, 80-х годов, будучи еще совсем мальчишкой, я познакомился с первым произведением Агаты Кристи «Загадка Энхауза». Тогда Агата Кристи у нас не печаталась. Я прочел ее в старом-старом журнале «Вокруг света», который хранился у моих дедушки и бабушки. Скажу честно, оторваться я не мог. Роман настолько поразил меня, что тогда я решил, что буду писателем и буду закручивать сюжеты покруче. Я тогда решил для себя вот это. Так вот, шутка-шутка, но вот чем же, чем привлекает Агата Кристи? Какие сюжетные ловушки она ставит? Давайте просто конкретно проанализируем вот это произведение. Эркюль Пуаро и его друг знакомятся с молодой девушкой, которая сумела их убедить, что на нее организовано покушение. И действительно, вроде бы все подводится к тому, что на эту девушку совершаются покушения. Мы верим, да, покушения идут именно на эту девушку. Второй момент. Эркюль Пуаро, она просит Эркюля Пуаро, чтобы он стал ее, ну что ли, телохранителем. Эркюль Пуаро соглашается, но никак не может понять, а кому она нужна? У нее там небольшое поместье, эндхаус, ну кто будет покушаться ради какого-то небольшого такого крохотного поместья. Ну вторая ловушка, вроде не за что на нее покушаться. Потом вдруг он узнает, что она обручена с миллионером. Ага, вот вам, пожалуйста, мотив. Как идет Агата Крисетова, мотив. Мотив есть убийство. Теперь, следовательно, нужно ожидать, когда произойдет убийство этой девушки. И мы ждем постоянно, как, когда, на какой странице все-таки совершится убийство. Но если бы совершилось убийство этой девушки, наверное, было бы все очень-очень просто и, скажем так, однозначно. Обычный был бы детектив. Но Агата Кристи, она делает новый поворот. Какой поворот? Она приглашает к себе свою подругу. Не подругу, простите, свою родственницу. Свою родственницу. Она там двоюродная сестра, по-моему. И во время праздника убивают именно вот эту ее родственницу. А что дальше выясняется? А дальше выясняется, что она была одета в шаль вот этой главной героини. Новая загадка. Новый неожиданный сюжетный поворот. Но мы-то ждем, когда убьют главную героиню. Наконец, следующий момент. Вот он, вроде бы, кульминационный момент. Вот она, новая сюжетная ловушка. Покушаются на главную героиню. Будучи, когда она находится в больнице, ей подсовывают отравленные конфеты, но она остается жива. Читатель напряжений. Читатель ждет. Ну да кто же? Вот он, круг подозреваемых. Вот эта несчастная героиня. Случайно убитая ее родственница. А дальше Агата Кристи делает нам очередную ловушку. Очередную ловушку. Что значит очередная ловушка? Дальше вдруг Эркюль Пуаро начинает задумываться, строить свой вот этот карточный домик, и вдруг говорит, какой же я был болван. Надо было посмотреть на это дело совсем по-другому. И вот тут мы все думаем, а почему? Почему по-другому? Что пропустил Эркюль Пуаро? Что пропустили все мы как читатели? И вот начинается поиск убийцы. Когда? Когда проходит череда всех этих подозреваемых, и вдруг выясняется, вот он главный подозреваемый. А кто главный подозреваемый? А сама героиня, на которую якобы покушалась. Сама владелица вот этого Энхауза. Почему она убивает свою родственницу? Да, как оказывается, в глазах других-то она была, героиня вот эта, была помолвлена с сыном миллионера, который погиб, в свою очередь, разбился на самолете. А на самом деле, на самом деле, ее родственница была помолвлена с ним. И он даже не помолвлен, по-моему, она была его женой. То есть все в состоянии должно остаться было вот этой девушке. Вот такой хитроумный план задумала героиня загадки Энхауза. Так видите, в одном произведении у Агаты Кристи сколько неожиданных поворотов, сколько постоянных неожиданных ловушек. А далее она использует тот прием, о котором мы с вами часто говорили. То есть есть одна сцена у нее. Вот она опускает нас в этом направлении, потом вдруг неожиданно переходит в другую плоскость, в другое направление, в другие герои. Вот здесь классический момент действия и неожиданные повороты. Два вот этих обязательных момента любого произведения. Ну, не только загадки Энхауза. У Агаты Кристи, в принципе, все произведение построено на вот этих ловушках, которые можно условно назвать математическими задачами. Она как математик дает своим читателям возможность поразмышлять. Вот я вам даю формулу убийства. Попробуйте ее расшифровать, эту формулу. Ну, знаменитая вещь ее. Убийство в Восточном Экспрессе. То же самое. Убивают человека, который просит Эркюля Пуаро стать его телохранителем. Он отказывается. Далее выясняется, кто этот человек. Он мафиози, совершивший в свое время похищение девушки. На его совести убийство и смерть нескольких человек. И вот те, кто ездит в этом поезде, все пассажиры, они так или иначе были связаны с этой трагедией. Ну, ты ждешь, кто из них. Ты уже начинаешь понимать, да, кто-то, кто-то из них убил. И вдруг новый сюжетный поворот. Неожиданный поворот. Убили все. Ну, этот фильм вы все смотрели. Зачем его пересказывать? Мы просто сейчас, в данный момент, говорим именно о технологии сюжетного построения. О неожиданных таких сюжетных ловушках, неожиданных поворотах, с помощью которых любой автор привлекает читателя. Ну, сейчас мне могут некоторые сказать. Ну, вот вы берете жанр детектива. Легко брать жанр детектива. Сам по себе этот жанр предлагает уже определенные, ну, что ли, такие неожиданные моменты, сюжетные ловушки. Ну, и вообще жанр этот несколько несерьезный. Что о нем говорить? Нет, я вообще не согласен с таким понятием, как серьезный и несерьезный жанр. Нет серьезных и несерьезных жанров, есть серьезные и несерьезные писатели. Как раз на примере детективов, как раз на примере литературы, которая относится к разряду приключенческой литературы, мы учимся постигать вот эти неожиданные повороты, неожиданные сюжеты. И если даже автор работает в жанре социальной прозы, он должен все равно постичь вот эти сюжетные ловушки, которые применяют самые известные писатели таких вот развлекательных жанров, детективных жанров. Это вот мы с вами говорили об Агате Кристи. Еще классический пример, один из лучших писателей в стиле приключенческого жанра в мировой истории – Стивенсон. У него есть такая вещь, которая была экранизирована много-много раз. Экранизирована, по-моему, и в России, но уж на Западе-то точно. Она называлась «Странная история мистера Джекила и Эдварда Хайда». Вот здесь автор находит столько неожиданных моментов, столько неожиданных поворотов, которые действительно являются своего рода, ну, что ли, энциклопедией, формой для обучения писателей, работающих в этом жанре. Давайте подробно рассмотрим, как строить свои сюжетные ловушки Стивенсон. С чего все начинается? Два друга, один уважаемый доктор Джекил, второй его друг, он, по-моему, адвокат, и вдруг выясняется, что в квартире Джекила появляется какой-то Хайд, очень неприятный человек, который уже изначально вызывает, ну, у всех такое отвращение, даже внешнее. Но мало того, что он вызывает внешнее отвращение, он еще и внутренний человек, очень такой злой, очень дерзкий, и в конце концов он совершает убийство. Но здесь мы постоянно мучаемся одним вопросом, наряду с героем, вот с этим юристом, другом Джекила, ну, а почему, почему Хайд, вот этот Хайд совершает убийство? И второй вопрос, почему Джекил с ним так дружен? Несколько раз Стивенсон нам дает такие, ну, что ли, загадки, такие загадки, когда Джекил говорит, ничего, ничего, я скоро порву с Хайдом, я скоро с Хайдом обязательно порву. Ну-ка, почему он не может порвать? Что же их связывает? Потом мы видим, как ситуация осложняется, как Джекил вдруг превращается в совершенно другого человека, как он от всех отстранился, прячется дома, никого не пускает. И, наконец, еще одна сцена, которая приближает нас к кульминации, когда вот этот его друг, юрист, гуляет по улице, подходит к дому Джекила, Джекила, а Джекил перед этим сказался больным. Он ему машет рукой, вроде все нормально, и вдруг лицо Джекила перекошено ужасом, он исчезает из поля зрения своего друга. Вот вам еще одна загадка. Вот там новый неожиданный поворот. Начинаем думать, ну а почему, что, все, где, 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 где? И, наконец, вот она, кульминация этой сцены, когда мы узнаем в конце и записи Джекила, который, в конце концов, покончил с собой, мы узнаем о его необычайном эксперименте, который он строит. Он как бы пытается с помощью определенного эликсира, конечно, эликсир – это выдумка, это фантазия авторов, но с помощью эликсира он как бы пытается отделить доброе от злое, от злого. То есть он как бы перевоплощается в совершенно иного человека, носителя зла. Два человека в одном. Что это такое? Это аллегория. Два человека в одном. И вот два человека, которые ведут совершенно разную жизнь. Один такой благобразный человек, врач, гуманист. Но в этом человеке живет и дьявольское. И вот это дьявольское, оно отходит от позитивного и начинает свое движение. И в конце концов, там очень интересный момент, когда Хайд, он же хочет, Джекел хочет избавиться от Хайда, но все-все, уже без всякого эликсира начинает превращаться в Хайда. Это что означает? Это означает то, что если человек поддался вот этому злу, то зло, порог, он постихоньку начинает убивать все добрые чувства. Вот как интересно, обратите внимание, с одной стороны закрученный сюжет, с другой стороны удивительные сюжетные ловушки, неожиданные сюжетные ловушки. Ну и что самое интересное, все подчинено определенной идее, глубокой идее. В свое время вот это произведение, оно, конечно, повлияло на довольно большую плеяду литераторов и журналистов, и кинематографистов. Я сам под влиянием этого рассказа Стивенсон написал подобное «Человек в шляпе». Ну а известно «Сердце ангела», американский фильм, где примерно та же самая идея – два человека, живущие в одном. Это интерпретация сюжета, что детектив ищет зверского убийцу, который убивает жестоко женщин. Потом, как выясняется, он ищет самого себя. То есть это он совершает все убийства. Он ищет два человека, живущие в одном. Вот такой момент по Стивенсону. Ну, теперь, как говорил герой одной из комедий «Берегись автомобиля», не замахнуться ли нам на самого Невильяма, на Шекспира. Я не случайно, очень часто обращаюсь к творчеству Вильяма Шекспира. Потому что Шекспир – это действительно не только кладезь мудрости, не только кладезь знаний, но и эта форма, это учебник для начинающих литераторов. Если литератор не прочитал Шекспира, то, я думаю, что настоящим литератором он не будет никогда. Шекспир, как мы знаем, начал писать довольно поздно, когда ему было уже около 30 лет. Хотя в театральную труппу он пришел в 16 лет. Он пришел в 16 лет в театральную труппу и работал под руководством Кита Марлоу. Ну, это, если мы берем официальную версию о том, что Шекспир – это вот и есть тот самый актер, а под его псевдонимом не писали там муж и жена, лорд и леди, или там Фрэнсис Бэкон, или кто-то еще. Ну, мы берем традиционную версию. Вот обратите внимание, в 16 лет, повторюсь, в 16 лет Шекспир пришел в театр, и только когда ему было около 30, он писал, начал писать, написал свои первые вещи – хроники. Хроники написал. Почему прошел такой большой период, где-то лет 12-13? Все очень просто. За это время Шекспир постигал законы сцены. Постигал законы сцены именно под руководством своего друга и учителя Кита Марлоу. И вот когда Шекспир начал писать, мы уже можем говорить, что это был состоявшийся, серьезный автор, знающий законы сцены. Поэтому то, что мы с вами рассказываем, все это Кит Марлоу рассказывал ему тысячи раз. Шекспир даже начинал с того, что он дорабатывал за Кита Марлоу. Какие-то сцены, какие-то места – это тоже было полезно для будущего выдающегося гениального драматурга. Он тоже учился. Так вот, все моменты, которые мы говорим о Шекспире, все то, что мы знаем, по построению сюжета, по построению мизансен, по сюжетным ловушкам, мы можем просто проследить у него, как все это строится. Да, конечно же, взаимосвязь идеи и сюжета. Идея и сюжет. Сюжет подчиненной идее. Великая идея. Возьмем, возьмем, например, Гамлет. Мы к Гамлету уже обращались частично, но мы будем возвращаться к одним и тем же произведениям, может быть, иногда с точки зрения сюжета, иногда с точки зрения идеи, иногда с точки зрения образов. Возьмем Гамлета. Давайте посмотрим, как Шекспир строит свои сюжетные ловушки в произведении Гамлет, пьесе Гамлет. С чего начинается? А начинается с неожиданного, вроде в самом начале. Несколько охранников уверяют, что видели тень старого короля, умершего старого короля, отца Гамлета. И об этом сообщают Гамлету, самому Гамлету. Первая ловушка. Но это пока только начало. Дальше. Гамлет идет навстречу с призраком, хотя все его отговаривают. Он идет, и мы не знаем, а что там будет? Чем закончится их разговор? Дальше. Они о чем-то поговорили. О чем они говорили? Но призрак исчезает. Гамлет возвращается, а призрак исчезает. То есть для нас остается вопрос, что такого призрак сообщил своему сыну. Следующий момент. когда Гамлет уже раскрывает эту тайну, он говорит о том, что якобы призрак сказал ему, будто бы король, новый король, его брат, женившийся на его же матери, убил своего брата ради короны. Опять загадка. Так было это или нет, это загадка для нас, загадка для Гамлета, загадка для всех. Что дальше? Дальше Гамлет с помощью актеров подстраивает ловушку королю, и он видит, что во время этой пьесы, которую ставят актеры, король вскочил, побледнел, ушел. Значит, все. Гамлет для себя свой вопрос решил. Но не решен вопрос для нас. И не решен еще главный вопрос, будет он сражаться или нет. И вот знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть» вот в чем вопрос. Достойно ли склоняться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с Элым морем бед, покончить с ним, умереть, забыться, ну и так далее. Значит, в этом вот монологе Шекспир ставит перед нами новую загадку. То есть, как решит действовать Гамлет? Как он решит? Решит ли он? Откажется ли он? Нет, мы видим, все-таки он решается. А дальше вот в этой философской пьесе начинается самое настоящее детективно-приключенческое начало. Мы видим как существует задание убить Гамлета, как он спасается, как он со своим другом Горацио идет на кладбище. Мы видим смерть Офелии, как ее хоронят, сцену с Лаэртом и, наконец, новый сюжетный поворот. Лаэрт встречается с королем и король убеждает его сразиться с Гамлетом, но клинок смазан отравой. Опять сюжетная ловушка, опять для нас напряжение. Так чем же будет? Чем же все закончится? Что будет? Чем закончится? Подастся Гамлет вот на эту ловушку? Останется ли он жив? В сражении, в процессе сражения они ранят друг друга. И мы видим, что Гамлет обречен. Обречен Лаэрт и обречен Гамлет. И опять новая ловушка для нас. Ну, хорошо. Ну, а зло-то оно, что будет торжествовать? Нет, зло не будет торжествовать. Шекспир находит новый сюжетный поворот. Гамлет пронзает шпагой Клавдия. Печальный финал, да, печальный финал, но мы говорим, как неожиданно строится сюжет, как неожиданно строится сюжет. Серьезное глубокое произведение, глубочайшее произведение и в то же время необычный сюжет, захватывающий сюжет. Опять мы говорим, вновь и вновь возвращаемся к единству идеи и сюжета. Глубокая идея и захватывающий сюжет. Если мы возьмем другие произведения Шекспира, то мы опять же увидим в принципе то же самое. Магбет до последней минуты у нас остается загадка. Сможет Магбет убить своего гостя, доброго короля Дункана или нет? Магбет произносит перед убийством страшный монолог, что в воздухе все время надо мной кинжал, схвачу его за рукоять, а ты гидался, но тебя я вижу, или ты зловещий призрак, только взору, а не руке доступен, ну и так далее. То есть перед сценой убийства Шекспир ее специально тянет, затягивает, он дает всем нам ну что ли возможность подумать, поволноваться, так переступит ли Магбет ради достижения своей кровавой вот этой задумки через эту черту или не переступит, переступает, совершает убийство, а что дальше? Дальше опять идут новые сюжетные повороты, неожиданные сюжетные повороты, и в конце концов все подводится к логическому концу, убивает самого Магбета. Не менее захватывающий сюжет и в другом произведении Шекспира, Ромео и Джульетта, две враждующие семьи. Враждует, да? И вдруг парень и девушка, представители этих кланов, полюбили друг друга. Сразу конфликт возникает между кем и кем? Между вот этими любящими сердцами, между этими двумя прекрасными молодыми ребятами и вот этой злобной обстановкой, вот этой злой обстановкой, между этой враждой, злобой, которая возникла между двумя крупнейшими, двумя богатейшими кланами Венеции. Хотя никто не понимает, почему это происходит. Почему? Неожиданные повороты идут один за другим. Кибальта, Кибальт, брат Джульетты, убивает Меркуцию, друга, лучшего друга Ромео, который был для него свой брат, был для него как брат. В отмеску Кибальт убивает брата Джульетты. Видите, новый конфликт, новый неожиданный поворот. И, наконец, смерть двух вот этих ребят. Как сделана она? Вот в этой последней сцене мы видим, сколько неожиданных поворотов, сколько неожиданных моментов для нас готовит Шекспир. Сначала вроде бы Джульетта выпивает лекарство, которая просто на время останавливает ее жизнь. Ну, все думают, что она умерла. Приходит с ней прощаться Ромео, который этого не знает. Вот помните, мы говорили на прошлом занятии, мы знаем, а герой не знает. И вот точно так же и здесь. Ромео не знает, что она жива. Он думает, что она умерла, а мы знаем. и вот тогда мы начинаем волноваться, мы думаем, ну, неужели он совершит безрассудный шаг? Совершает, сначала убивает Париса, того, за кого сватают Джульетту, а потом погибает сам. И мы не можем его остановить, потому что он-то этого не знает, просыпается Джульетта, видит мертвого друга и умирает цена. Ну, конечно, жестко, где-то жестоко, но нас в данный момент волнует именно, интересует вопрос, вот как строится сюжет, как Шекспир строит свои сюжетные ловушки. А с другой стороны, давайте подумаем, а могло ли закончиться иначе? Да не могло. если бы закончилось иначе, тогда весь конфликт, он не был бы таким ярким. в конце душ говорит, что все пострадали, и я пострадал, потому что потерял своего родственника. Я, говорит, столько времени терпел Монтеки Капулетти, столько времени терпел эту вашу бессмысленную вражду, но теперь начнется суд. Это еще один поворот. Он говорит, ну вот теперь начнется суд. И теперь вроде бы они помирились, руководители вот этих семейств. Дай там руку, я там Джульетте памятник отолью, там я там все. Но поздно уже, поздно. Поэтому мы можем говорить о том, что в данной ситуации, в данном моменте, Шекспир как бы подводит свою сюжетную линию к реализации вот этой главной идеи о бессмысленной вражде, необъяснимой, непонятной, которая уносит из жизни действительно вот такие юные прекрасные создания. Опять вновь и вновь мы видим единство сюжета, захватывающего сюжета, интересного сюжета, самыми неожиданными поворотами и глубочайшей идеей. Это подобная вещь у Шекспира и в Короле Лире, и в Отелло, и Юлии Цезаря. Любую вещь, если возьмете Шекспира, вы везде увидите вот этот момент. Постоянное развитие сюжетной линии, постоянное действие, постоянное столкновение и неожиданные повороты. Ну, что такое неожиданные повороты, как строятся эти повороты, мы уже об этом с вами говорили, итоги давали, и вот сейчас просто мы приводим на примере выдающихся авторов, как все это строится. романах, пьесах. Наверное, не менее интересно будет всем узнать, как строятся сюжетные ловушки и, ну, что ли, так сказать, в более спокойных произведениях, в социальных, детской литературе. Вот в следующий раз, на следующем нашем занятии, мы специально поговорим о том, как строятся сюжетные ловушки, что такое сюжетные ловушки для детской литературы, потому что я знаю, что довольно значительная часть молодых авторов, они пытаются работать и для детей. Там есть своя специфика, свои особенности, о которых мы поговорим, но уже в следующий раз. Только когда мы слышим такую фразу, что для детей, может быть, не так можно закручивать, что детей другие совершенно формы уже. Я просто хочу напомнить выражение классика, который сказал, что для детей нужно писать точно так же, как и для взрослых, только правильно, только лучше. Ну, а на Сим, мы с вами прощаемся. желаю вам всего самого хорошего и до встречи на следующем нашем занятии. До свидания, всего вам самого-самого доброго. до 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 Продолжение следует...